Всем привет! На днях просматривая видео своего коллеги Виталика, я увидел очередную тему для видео. Виталик показывал, как он ставит набойки из полиуретана. И для того, чтобы шляп и гвоздей утопить ниже поверхности, он заселивает небольшие углубления. Я делал точно так же, но для того, чтобы каждый раз не нужно было контролировать глубину, я использовал сверло с ограничителем. Самый первый мой вариант. Он выглядел очень примитивно. Это на сверло оделась просто вот такая вот деревянная трубка, которая служила ограничителем. Я сверло зажимал до упора в патрун, ну а трубку сдвигал где-то на 3 мм. Сверло я использую 3,5 мм. Недостаток этой схемы, во-первых, не видно, куда сверлишь. Во-вторых, очень плохо выбрасываются стружки с полиуретана. Потом я сделал несколько других вариантов, уже из металла. Значит, на первом варианте у меня был просто срезан сегмент, вот так, с одной стороны. Но у этого варианта был недостаток, опять же, было плохо видно. Вот это был второй вариант. Здесь срезаны сегменты с двух сторон. Это кусок прутка, внутри просверленное отверстие, просверленное отверстие под зажимной болт, нарезана резьба на 4. И наточили срезаны два края. Этот вариант служил у меня в дрели, в шуруповерте. Ну и работал он вот таким вот образом. Вот. 3 мм глубины. И благодаря тому, что сверло заточено как сверло по дереву, то есть оно трехперое, имеющее центр. После сверления, в центре углубления, остается еще метр для гвоздя. Попозже я сделал целый станочек. Он у меня был на стене прикреплен. Вот двигатель. Единственное, что у меня двигатель полторы тысячи оборотов. Этого мало для такого типа сверла. И вот сверло-ограничитель. Если будет видно ближе. Вот так включается. И вот так сверлит. Здесь сверление получается гораздо более аккуратное. Вот это отверстие. Здесь и обрыва меньше. Ну, подобный станок нужно делать на двигателе, имеющем 3000 оборотов и более. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Оценивайте мою работу. Пишите комментарии. Всем спасибо за внимание. До следующих видео.